Вау, вот эта текстура, вообще, кристаллайзер на минимум Ресайкл Эммеральс, вау, аж до мурашек, короче, видно? Не, ну конечно же, как же не попробовать гараж, да, под конец трека, да, почему бы нет, да? Две палочки, тональность, которая всегда будет подходить под любую вашу идею, не нужно уметь прям сильно играть, потому что любое прикосновение будет издавать гармоничный звук. Тем самым создавать бесконечную какую-то текстуру, и можно и обратной стороной, но будет слишком перкуссионно. Хотя тоже прикольно, мне кажется, можно достать какую-нибудь текстуру для продакшена, да? Хотя можно вот такие штуки делать, тоже прикольно. Похоже на арфу очень, вау, прикольно, кстати. Также у этого гликофона есть джек. Я, по сути, могу записать, вот так вот просто втыкаю, и могу записывать параллельно, по сути, и с микрофона, и с пьезодатчика, да? Тем самым создать текстуру более интересную, и записывать сразу же на две дорожки, я думаю, так можно и сделать. То есть, первая у меня будет дорожка для микрофона, вторая дорожка у меня будет для пьезодатчика. Вообще, на самом деле, это можно все записать и потом все это в пэды увести. Кайфово, можно прям сидеть и записывать, и записывать, да? Ну, давайте попробуем, что у нас из этого получилось. Первое у нас это получается, ну, судя по этим ударам, это микрофон у нас, да? Потом так и попишем, что это микро, а это у нас внутри. С микрофона записался более какой-то бьющий звук, да? Ну, в принципе, можно вот так вот здесь сделать. Эквализация быстренько, да? Я прибавляю этот самый низ, щелчок. И мне нравится, когда я записываю с микрофона именно, то, что я слышу вот эти вот все штуки. Щелчок от микрофона, да? Мои дыхания там, какие-то щелчки или шумы, как я стулом поскрипел. Это же офигенно. Добавляет очень большой живости. Кайфово. Как будто немножко звенит, но, возможно, это просто у меня. Кайфово. Стерео интересное. Типа слева микрофона, а справа пьезодатчик. Мне кажется, очень атмосферно. Уведу все это на общую группу и добавлю влхалу дилей какую-нибудь. Хочу прям погрузиться тотально. Кайфово. Кайфово. Как будто немножко звенит, но, возможно, это просто у меня. И добавим сус для того, чтобы было идеально в продакшн, чтобы резонансы идут уж темаленько. Я думаю, что эту тему можно прям развить очень хорошо. Ну-ка, здесь слышно голосов без датчики? Ну-ка, а если вот так вот сейчас сделаю? Ну-ка. Это как... Это как инвалийшн реверб какой-нибудь, который записывает вместе с гармонией какой-то. Блин, прикольно. Ну-ка, я сейчас так сделаю. Фрик. Прикольно. Если вы умеете петь, мне кажется, можно записывать текстуру через микрофон. Ударно просто записываться в лоб. Ну, прикольно. Возьмем вот эти вот штучки. Да. И сделаем лупчик. Поменьше делайчик, я думаю. А что, если нам сделать... Да, давайте попробуем. Я подумал, что можно записать бас. Причем, моя идея в том, чтобы нормалайзить и сделать пич на октаву ниже. Посмотрим, как из этого получится. Что вообще как. О-о-о, вот оно, вот оно. Прям самый низкий треск вверх тоже, я думал, маленько. Немножко к раме тут подожмем все детали. О, прикольный вверх. Такой... Как будто это какой-то жесткий бас. Я маленько отставлю, мне кажется, в этом что-то есть. Ну-ка, а если теперь то же самое записать, но на пич выше? А, ну можно, в принципе, с другой стороны так вот взять, да? Просто Ctrl-C, Ctrl-V. С микрофона или с пьезодатчика? Прикольно. Ну-ка, если теперь на ревертовой сети. О, какая красота. Это вообще можно такие текстуры создавать, ё-моё. Ща-ш-ш, ща-ш, я про попс-безел, чтоб с него направо было. Так же, всё немножко замедлив, с нашего BPM-а и поставлю Lo-Fi-ную драмочку. Получаем офигенную текстуру для Lo-Fi. Офигенный Lo-Fi-чик в том же проекте. С такой атмосферой. Поэтому данный инструмент, мне кажется, для Lo-Fi идеален. А теперь моя любимая часть. Добавляем на это теперь синты. О, какая красота. Блин, это сейчас реально жёстко было. Так, в чём мы играли? Мы играли нотку D сначала. Я смотрю как. Я просто буквально вот так вот смотрю. Вот видите, у нас тут есть нотки. Я просто играл на них ориентируясь. Вот нотка D сначала. По-су мы ставим тоже нотку D. Кланируем наш синт. Где он какой-нибудь портал ещё? О, какая красота. Мне очень нравится. А что это такое? Тремолатором на весь глюк. Вааа. О, сейчас можно голос через пьезодатчик записать. Я буквально какой-то вокодер, блин, на записи. Прикол. Блин, прикол угар. Прикольно. Мне нравится. Что-то в этом есть. Ну-ка, сейчас я чаю на бочке. Ну, это всё приколы. Ну, тоже, блин, интересно звучит, мне кажется. Ещё одну партию запишем. Какую-нибудь рандомную. Щас, щас. Кайф. Тан-тан-тан-тан. Блин, мне очень нравится, на самом деле. В принципе, оно само садится нормально, да? Это как синусоида, типа. Реально. Натуральный синусоид. Это очень красиво. Тан-тан-тан-тан. И, конечно, я по-другому. Садится с ним. Садится с ним. Оставим только эти штучки Без баса, я думаю И чистый звук, да? Можно Вау, вот эта текстура вообще Кристаллайзер на минимум Ресайкл Эмиральс Вау Аж до мурашек, короче Видно? Вау, я оставлю это, я оставлю это именно в конце, наверное Хотя можно и здесь, да? И микс-потопостепенно прибавлять Это очень красиво Как он тут танцует, ой вообще Офигеть, вот эта концовочка Вот эта концовочка, я считаю, очень круто Можно начать, я думаю, с пьезодатчика так же, да? Можно И Моё на фоне Прикол Здесь можно вот эту штуку вставить, я думаю Так, бам Тоже она постепенно начинается Так, окей, это первый вариант, да? Вот, двигаем немножко так Значит, подводочка, нам нужна подводочка Бам, бам Бам, да? Бам Бам, бам Потихонечку кристалайзер, но совсем чуть-чуть Да, отсюда эта штучка пошла Тоже постепенно, так по чуть-чуть Сером тоже постепенно можно добавлять, но очень легкий тут Сером сделать Сером без Есть синта таска, да? И вверх подрежем, вот так вот Ага, и этот синт тоже подрежем Ой, какая глубина пошла, ой Немножко аналогово здесь сделает Прошелся Ух ты Какой-то есть прикол, по-моему, типа, чтобы добавить прям такого саба жесточайшего, но так, чтобы это было не в клиппинге. Что думаю? Это жесткарь, да, вот так, наверное. Хотя прикольно, потому что это есть. Ну-ка, 7х очень маленький. Почему нет? А давайте попробуем. Кретт автоматизайшн я сделаю здесь в конце, чтобы набор прям жесточайший был массы вот этой вот. А потом риска обруб. Бейв шепер, он добавляет, вздошу на такого жесткого. Здесь вот идет, идет, идет. Мне кажется, что-то может с этим получиться, да? А если вот так чуть-чуть добавим? Интересно, ну, жестковато, да, было, по-моему? Хотя тоже прикольно, блин, я не знаю. Ну, конечно же, как же не попробовать гараж, да, под конец трека, да? Почему бы нет, да? А, ну, сутритм до двойной, елки-палки. А что мы делаем? А мы тогда делаем вот так вот. Жестко, там уже у нас, получается, в одной руке три идет, а во второй два удара. Получается, у нас тут полиритмия в том, что... Вроде бы ион-цифри, 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 но с другой стороны ион-ци, ион-ци, ион-ци. Хотя с другой стороны бум-бэп здесь может хорошо зайти. Ну-ка, если зайдет, я еще офигею. Прикольно заходит. Кстати, по ритму подходит. Прикольно. Прикольно. Давайте по фастику быстренько в ровно замедленную версию и потом ускоренную. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, это кайфово, да? И не стоит забывать, что по сути основная текстура была сделана вот этим глюкофоном, да? То есть это вот кристаллайзер, который дополнит всю эту тему, сделал более отчетливым эти все штуки, да? Без обработок оно бьет-бьет, но эквализацию убрали эти щелчки и добавляли атмосферы, да? Так что штука, я думаю, рабочая для продакшена, даже не обязательно эмбиентово, да, как можно заметить. Я думал, что только эмбиент, но на самом деле можно вот так вот делать буквально даже трэповый или около-идемный текстур для головы. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, не забудьте поддержать данный ролик. Это важно для развития канала, для моей плюс-мотивации, да? Ну или каких-то таких вот интересных вещей с необычными инструментами. Также подписывайтесь на соцсети, все ссылочки внизу. Благодарю и до скорого!